Который испытывают ученики Сахаджи и Йоджи. Сегодня мы как-нибудь жил друг учителем. Знание о котором, или слава о котором распространилась под всей Поднебесной. Этот учитель постиг глубины церкви. Он действительно был мастером, способным в одно мгновение Бога исцелять людей. Давать им спасение, давать им вода дать, давать им радость. И давать им, конечно же, знание. Но чем интересны китайские учителя, что они не подшевелят пальцем. Ради того, чтобы ученику это рассказать или открыть. Ученик должен всё до сего, дойти сам. Иначе смысла нет в таком ученике, понимаете. Нам всё разжёгут, нам всё говорят от и до. То есть в Сахаджи Йоге нет секретов. Но представьте другую сторону этой же Йоги. Если бы нам ничего не сказали, то мы должны выразить. Полностью, путешествуя внутри себя, открыть всё то, что Шима-тожи нам открыла. Итак, представьте себе эту ситуацию в системе Церкви. Мы должны всё открыть к себе сами. Однажды, молодая девка стояла около реки. И шли два странствующих монаха. Ученик, ученик. И как было бурно, девушка просто боялась замочить ног. Совершенно неохота. Особенно в китайской одеянии. И достаточно тяжело прыгать. Достаточно тяжело для любой девушки ходить. Потому что специальные башмакинные должны быть. Надо было что-то делать. Как вы знаете, что если человек идёт в монастырь и становится монахом, то все его мысли очень далеко от женщин. И очень далеко от мирских удовольствий и наслаждений. Потому что всё его внимание должно быть погружённым в созерцание своего собственного ягода. ... ... ... ... ... ... ... Субтитры делал DimaTorzok Аплодисменты 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 и если вещи то синий положил на поле голубого лента да и подъем а у нас на месте кроме того а это не только потому что дует ветер трепещет я это понял могу развить уверенность возможно что шевелится флажок и производит ветер в сады ничего не понимаешь цели в основе дует ветер что делать флажок? флажок стоит висит если дует ветер что делать флажок? смотри что делать флажок? погибается да трипечатало дует ветер и флажок трепещется флажок, трипечатеса и производит ветер ты ничего не понимаешь буддизм? дует ветер и флажок о, смотри че вы спорите глупцы? я в этом ничего не понимаю буддизм очень горяч очень горячий все объяснили что ты хочешь сказать я хочу сказать дует ветер и флажок я старую не так глухо пожалуйста подише о сенсей я хотел сказать только одно что когда дует ветер это флажок это флажок это флажок сейчас да а это глупый говорит что это глупый димсю сам скажи учитель я пытаюсь развеять неуверенность я пытаюсь ему доказать что от флажка тоже идет ветер когда он с чего вы начали этот спор на южном шаурине пока вас не было я увидел видите вот там на фоне голубого неба тропечется синий флажок димсю какой там флажок трепечется зеленый они еще и дальтоники это красный флажок вон тот учитель ты как всегда прав так так и что красный флажок так вот этот вот красный флажок трепечется потому что дует ветер а ты что думаешь а я думаю что трепечется флажок и от него происходит ветер я пытаюсь ему доказать обратно ну довольно это не флажок трепечется и не создает ветер и это не ветер создает трепыхание флажка это колеблются ваши мысли в головах осознайте эти дети мои и берите пример с Васю много не говорит много знает мне сказали что во всей поднебесной нет ни одного великого мастера Дзен чем Вы я пришел к Вам потому что всю жизнь я ищу ответ на вопрос где находятся врата Адры и где находятся врата Равы и ты уверяешь что ты найдешь ответ здесь? все все кого я не спрашивал все видные деятели различных направлений различных школ всех монастырей говорят что Вы самый великий мастер Дзен объясните мне и ты действительно хочешь это найти конечно ну ради чего я к Вам пришел учитель ну что ж покопайся тогда вон в той куче на розы может быть и найдешь что-то искать да как Вы смеете я шел к Вам через всю поднебесную вот теперь ты стоишь у врата Ада Учитель простите я не помнил себя я не знал что я творю простите меня учитель объясните мне пожалуйста все теперь теперь перед тобой открывается врата Ада Учитель позвольте мне быть Вашим учеником спасибо 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 Учитель это это один из лучших моих учеников Василий это два великих интеллектуала это Симсю и его друг Димсю димсю а у тебя то что завешло в наших волостых помолчи ты как всегда понимаешь но я же не с Вами я покосимал пока не наш ученик и не наш брат Пользуешься тем, что я слишком люблю тебя. Понимаете, братья, я исходил с собой. Помолчи тоже. Я буду звать тебя Мексю. И что, этот самурай станет нашим братом без всех испытаний, которые тебе задали сто раз сказать слово Сенсей. Внятное и чёткое. Для всех? Нет, про себя, потом ответишь. Учитель, позвольте рассказать о Сибири. Я прошёл всю поднебесную. Я был в северном Шайлине. Я был в южном Шайлине. Я изучил основы Дао. Я познал учение конкурсия. Я путешествовал с девушами. Учитель, я был в Индии. Я знаю всё, и всё же я не знаю Дао. В чём моя проблема? Ты умеешь мыслить об страхе, что вы имеете в виду. Представь себе, что... Хорошо. На данный момент не надо мыслить об страхе. Давай покажем это на примере. На каком примере? Димсю. Подай, пожалуйста. Учитель, разве сейчас время пить чай? Для нас, да. Это просто для тебя. Ты наш гость, но ученик. Спасибо, учитель. Я действительно полон жажды. Это пойдёт. Учитель, учитель, что вы делаете? Вы же уже полностью переполнили эту чашку, и вода льётся из неё. Учитель, остановитесь, учитель. Учитель, зачем вы это делаете? Ведь чашка была уже полна. А вот так же и твоя голова полна мыслей, полна знаний, полна идей. До тех пор, пока твоя голова не станет свободной, всё, потому что ты прошёл, ты не сможешь постичь дзен. Спасибо, учитель. Нет ничего важнее чайной церемонии. Начнём без задания. Учитель, я слышал, что каждый день своим ученикам вы задаёте какой-то из Каанов. Может, мы готовы к чему-нибудь? Может быть, мы и готовы. Сенсей, сегодня вы нам хотели задать новый Каан. Я наверняка буду первым, кто ответит на ваш вопрос. Пожалуйста, задайте вопрос. Зависует он так? О, да, учитель. Конечно, учитель, ради этого я здесь. И ученики вошли в медитацию. И когда их сознание поднялось к высотам непроявленного, где начинаются и заканчиваются все звуки, они услышали абсолютную тишину, что и было звуком хлопка одной ладони. И они все получили состояние сатой, просветления. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ